всем привет сегодня суббота я в клубе натику в котором я каяк теперь оставляю вот такой клуб как бы лодки оставляют и есть каяки оставляет я тут каяк оставляю вот я его сейчас готовлюсь сегодня суббота немножко дождливо но я все равно готовлюсь к рыбалке поеду на колесиках так как теперь уже отсюда я выезжаю сейчас пойду приготовлю все и пойду так сказать этот взял с собой даже парус и пойду менять одежду так что все и на рыбалку там дальше покажу что будет так первый раз вы еду с этого клуба на колесики поставил свой каяк и вот такая дорожка и он там уже речка к речке на выходе мне рассказали про напомнили так сказать что был жилетка сказали какая генерации использовать на канале 11 я действительно что я не запрограммировал 11 канал надо будет потом найти запрограммировать какая-то фреквенция чтобы с ними общаться с клубом если что тоже ну на всякий случай мест префектурой рация на связи посмотрим я взял даже с собой это как его парус не знаю ветер кончился с утра был сейчас кончится ну так и обещали трассовой не будет вижу погода вроде ничего вся выровнялась дождик прекратился пойдем по рыбачим так все приготовим закрепил колесики закреплены сзади ну все мой этот готов поехали так вода для занятия спортом классные так что все хорошо там не так что звонили по ватсап украины простите дорогие но я сейчас грибу что перезвоню когда приеду водичка хорошая ветер слабенький сегодня будет ветер меня за все время переменный туда сюда будем испытывать новые места какие-то зеленые штучки плавает типа маленькие такие везде могу показать вот эти пол моих наверно что-то где-то подрывались и к кустику вот такие у вас смотрите вот опять вот растение полно ну ладно разберемся пока льем так рыбаки сегодня буду использовать тоже натуральные червячки потом вот такие вот такие кусочки филе этого самого как его называют время забываю пехерей по нашему а горбу ой горбуша блин забыл я рассказывал как делать как ловить эту забыл вспомни скажу как нашел ну в общем его буду ловить на него вот эту вот я показывал сейчас мы закинем и будем ловить вспомнил как эта рыбка называется покажу скажу а сейчас будем пробовать натуральную еду и с аттрактантом который я делал так что будем пробовать и то и другое ну все готовлю удочки потом покажу вспомнил вспомнил пока не забыл корюшка так что если следующий раз уши рыбка которую я забыл так это будет корж корюшка обозначать на теперь вы все знаете этого снасть который сейчас буду на корюшку забрасывать крючочки вообще-то надо было поменьше сюда ставить это большая но я считаю что я был дальше вдруг тут чуть чуть больше плюнет ну в общем надежда есть надежда умирает последний готовим снасти так это для рыбаков один будет такой и один искусственный намазанный моим аттрактантом попробуем хоть кто-нибудь сегодня на него попробует откусить хоть кусочек или нет все рыбачим так впереди меня находится про и пригород висенте лопес это уже не капиталь как я всегда показывал так что смотрите это его кастанера самолеты там где я раньше ловил садились а тут только заходят на посадку вот видно да что только заходят на посадку здесь я забросил первый раз глубины здесь нету скажу честно там я ловил всегда был на полтора метра глубже здесь очень мелко так что никаких надежд больших я сегодня здесь на уловы не ставлю но пробовать надо надо испытывать новые места надо испытывать как говорят новые всякие приманки и примочки я думаю будем пробовать будем ловить я оставил на пехерея тоже не очень я пока на него рассчитываю по одной простой причине что пехерей то есть корюшка еще как бы и не сезон вообще-то потому что он на холод когда а холода еще нету так что пока что я не сильно рассчитываю но надежда надежда умирает последний может что туда поймаю тем более я хочу сделать натуральный рыбий жир для рыбалки мне надо хотя бы несколько сонников поймать которых потом из них сделать рыбий жир варварство я понимаю но жизнь такого и сезон пехерея то есть корюшки начнется где-то с мая месяца когда здесь похолодает сейчас фу-фу-фу разнесло немножко тучи и стало более-менее нормально видите закинул жду поклевки еще взял снасти для донной рыбной ловли чтоб закинуть типа паста в уши все но для этого мне сначала надо поймать хотя бы какого-то солны к и что-нибудь такое что можно использовать на живца таким образом потом можно уже пробовать еще что-то ловить ну а пока это первые забросы я живу мелко здесь песок территория такая ровная довольно таки так что я думаю почти одинаково будет где тут ловить или пять метров выше или пять метров ниже или же надо тогда грестись очень далеко то есть несколько километров грести в одну сторону чтобы до тех ям где раньше ловил и возвращаться там и рация все время счастье выключил и возвращаться это все не будет немного ну как бы далеко на каяке грестись то буду искать здесь места все-таки тут же даже бывает берега люди ловят как-то бывает что что-то клюет ну будем и надеяться нет буду перемещаться буду выискивать новые и новые места так на силиконового червячка ничего пока не клюет будем пробовать все-таки на более натуральную наживку не надо поймать хотя бы первые рыбки так что будем пробовать пока на обычные может поймаем что-нибудь хотя бы небольшое для начала а потом на него может что и большое схватиться корюшка тоже пока не клюет совсем ждем волны появились смотрите видите волна пошла вот ветер поднялся как бы думаешь ну помогать чтобы корюшка клевала когда ветер идет но пока никаких поклевок нет потому что корюшка больше у нас клюет когда наживка движется на волне ну пока не видать веру никаких от того есть волна нет полна зверя нет видно все таки чувствуется что здесь очень мелко и обычный пляж внизу так первый мой собак наконец-то небольшой но есть это уже хоть что-то лучше что-то чем ничего совсем так что вот попробуем может еще что поймаем так 1 сомика поймал значит для корюшки я сменил линию что-то она не клюет сегодня не клюет значит пока корюшка придет теперь мы это самое закинул на филе на филе рыбе на дно и тут продолжаю пытаться поймать какого-то этого самого попробуем что-нибудь изменить может что-нибудь покрупнее поймаем не только так сказать этот самый а ну тут пока я менялся наверное склевала уже червячка надо поменять в этом случае тут ничего не то может и не склевала такое дело сейчас будем выставлять всевозможные приколы да не не так и чтобы склевала прямо там что-то еще есть его и забросим захочет начнет клевать и на этот кусок погода портится вот эта туча мне вообще не нравится ни фига с одной стороны солнце а оттуда идет туча и эта туча мне честно говоря не сильно нравится ну ничего будем ждать будем ждать будем посмотреть я скажу так переплыл и напротив парка одесского стал тут яма немножко по карте показывает я приплыл на эту яму только забросил смотрите вот такой сомик видите красивый сом красивый правильно вот так все ловим дальше вот что значит стать немножко на яму это вот парк которым мы там рыбачим а это напротив меня просто по gps наверно наверно пика есть ну то есть вот вводят водные даже песта для лодок и всего я посмотрел здесь яма приплыл сюда стал на эту яму чуть-чуть далековато от того где выплывал но ничего и все сразу уже сегодня два больших сома получилось конечно не буду мучить там снимать раз закидывать и второй раз вытаскивать я снимаю на испанском больше конечно рыбалку спору нет так что на каком там вышел на том и есть я вставляю кусочки чтобы посмотреть но факт в том что на филешку этого маленького видите ловится побольше такие уже два я вытянул я будем ждать может третья поймаю еще один маленький который мне спрятаны скажем так вот большие я выпускаю так как домой я их не беру я их кушать не буду ну здесь никому продавать их тоже не буду так что они у меня фотографируется передают приветы всем и воду до следующих встреч так пускай подрастает но будем надеяться может сейчас какого ската зацепим или еще что-нибудь наверняка на этой яме я думаю есть и побольше сейчас конечно не сезон дорада хищника вот что-то на червячка тут у меня поклевывает а ну-ка сейчас посмотрим надо так сказать взять в руку чтобы чувствовать поклевочку получше а то от волны тоже шатается а вот который а ну-ка посмотрим смотрите вот в живую да пока эту байки бью живую мне что-то клюнуло я думаю что она не очень большое не тоже не очень даже небольшое по моим меркам но она пойдет мне может быть хотя бы на наживку а ну-ка посмотрим наконец-то наконец-то как я хотел вы имею ввиду желтого сомика а тут пришел и желтый и пришел мне еще беленький смотрите вот я за желтых принципе я его хотел ну блин он там заглотнул конечно сейчас придется ему доставать но в то же время смотрите вот он битя живую пока болтал вот уже два солнца для наживки а это можно поймать что-нибудь крупничка особенно вот этот желтый его очень любят у нас таска другие рыбки ну хорошо давайте будем снимать и так вот вам еще один сомик поймался такой сомик на червячка просто вот он с вами хочет поговорить расскажи всем моим подписчикам скажи привет подписывайтесь на канал леонид тимо он ловит рыбу в аргентине в аргентине живут вот такие сомики которые ловятся даже на червячка или же на другого сомика или на что-нибудь любое что вкусненькое правда он красивый вот такой разговорчивый не агрессивный кстати называется мимосо мимосо это ну как типа нежный оба смотрите 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 чтобы вот так я это выкинул смотрите что там было видели согнуло пока я с этим я его выкинул удрал удрал вот вам и мимосо пока я этого выкидывал этот согнул и не зацепился но ничего что-то было хорошее смотрите подставка как у меня остановилась забросим еще раз значит и поймал советую раз поймается в это ловись рыбка большая и маленькая а лучше большая так вот такие бывают моменты на моей рыбалке пока я рассказывал одному убежал авторой устой estaba poniendo ломбрицы с инотраканья и отраве смет дубля саппорте будет todo городе омисо портие статан майк еду лекадоратор декуандо пика альо ahora vemos quién es quien viene para acá para ver си сопорте tiene culpa у нас я не куба а если я состоялась как 10 лет я хочу проехать хочу проехать губа а если вы приехали а если вы приехали в губы это и вы делаете один киломб в моей комнате. Снимайте. Парай, потому что я снял. Снимай. Это! Это мой дом. Мой линдо, мой линдо Багре свой, hermoso, hermoso, parece она фамилия, гран фамилия Вивей. Вот такие если клюют, видите, красавцы, красавцы просто, они просто вот это самое, смотри какие глазки, какие усища, они просто мне загибают с ударом, прямо вот то ли это подделка, скажем так, китайская, то ли еще что-то, ну прямо загибают удочки, вот такие красавцы у нас тут. Кстати, кому интересно, могу показать какими удочками я пользуюсь, смотрите, у меня есть более две такие крупные, раньше на них ловил более такие тяжелые утки, вообще дурок, как сказать, твердые, ну в общем я решил, что я их наверное буду брать на каяке на море, вот там в морской рыбалке, где не надо так сказать, это самое, надо вниз там опускать, просто такие тяжелые, катушки здоровые, вот эти я буду брать, эти такие более очень крепкие, это спинит марка, и катушка тоже такая же марка, спинит, вот мне подарила одна фирма, спинит, ну вот такая хорошая, мне понравится, удочка эта, единственное, что она и цельная, так сказать, 2.10, ну для этого нормально, это вот одна, и вторая удочка, вот на нее сейчас только что клюнуло, тут Абу Гарсия, Абу Гарсия, вот катушка, да, настоящая, оп, там у меня червячки, посмотрим, что там, а удочка, даже не знаю, какая марка, но очень классная, мне так понравилась, единственное, что она была когда-то, видно, один раз ее сломали, ее ремонтировали, ее склеили, она тоже такая одна, и одноцельная, только чуть короче, один магазин закрывался, и я у них купил эту штуку, вот, они выдерживают, честно говоря, до чьего рта, живцы, 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 рыбка, сегодня беру вот этих желтеньких домой, потому что мне надо, честно говоря, до других рыбалок, чтобы был какой-то живец, ухо не колючая, зараза, иначе у меня этот самый, не будет ни филешки, ничего, не всегда можно купить где-то в городе червячков, так что вот эти вот, очень хорошие, вот эти вот, идут наживцы, очень хорошо, я, кстати, одного такого, так что подцепил туда, она поставил ушу, он там живой палый, смотрите, он клюет, видите, так что сейчас я быстро с этим разберусь, а там что-то, если клюнет на другой, то это, вот только им надо откусывать, вот эти вот штуки, колючки, иначе они меня тут заклюют, если этот сам, потом тут надо с собой брать кусачки, там если что-то клюнет, серьезное клюнет, потому что там филешка, скажем, это тут слабенький червячок, а там нет, там если клюнет хорошо, то там ухватится, но бывает так, что клюет, клюет и ничего, то есть нехорошо, не захватывает, я тут несколько рыбок себе взял, вот домой кулёшик, заморозить, филешку сделать, ну, в общем, рыбалка есть рыбалка, так, вон там клюет, на всяких случаях надо убрать эту удочку, потому что, может быть, что-то я поймаю, но я уверен был, что нет, потому нет, не буду даже вытаскивать, потому что не зацепило, оно дергало-дергало, но оно не зацепило, если оно зацепит, оно дернет так, что эта удочка согнется, и эта подставка тоже в том числе согнется, так что продолжаем ждать, не будем сильно его вытаскивать, там хороший кусок филе рыбного, и тут хищник такой, на живца можно поймать дорадо, я вон живца повесил, за каяком висит, плавает, но сейчас не сезон дорадо, сейчас вообще не сезон дорадо, так что можно поймать, можно не поймать, даже я больше всего скажу так, что 80%, что его сегодня не поймаю я никакого дорадо, но дело в том, что бывают же и другие всякие штуки, которые кроме дорадо, а на филешку, конечно, можно поймать, что попало, можно поймать сезон дорадо, можно поймать все, что есть сомовые, наподобие сом, пати, потом эти самые, суруби, ража, скат даже, можно поймать, но, хорошие вот эти катушки, видите, не запутываются, не делают ни бороду, ничего, вот марка есть марка, они, конечно, дороговатые, скажем честно, но марочные есть марочные, а которые такие попроще, они там вечно вот эту всю бороду запутают, так, кто еще не видел мое радио, которое я использую себе на рыбалках, я вот такое радио пользуюсь на рыбалке, тут у меня два канала, я прослушиваю один с погодными условиями, и один слушаю, и вон корабли между собой соединяются между портами, и вот, и префектура Наваль, то есть морская полиция на этом канале, и всякие парусники, и все такое, сейчас там клуб сказал, какой у них позывной, и какой у них канал, так что буду слушать, наверное, не прогноз погоды, я буду слушать клуб и слушать префектуру, так что все, ждем поклевок, ждем, так, тут клевало я потянул, перестало, надо, наверное, достать и посмотреть, потому что наверняка там уже может даже и съела, хотя я не уверен, что там ее съела, просто, ну, как бы это дергал и спугнул, оно хорошо не взяло, а бывает еще хорошо не берет, потому что эта рыба не очень большая, крюки-то у меня большущие, а рыба небольшая, она филе дергает, с крюка пытается стянуть, вот поклевка идет, но она его не берет весь в рот, видите, вон она его уже почти все объела, так что надо менять, потому что остались одни шкурки, они за вот эти шкурки тягают и все, и вот не дождешься ты хорошей рыбой, крюк-то вон какой, значит сюда и рыбу такую надо, такие ловят, это просто за развлекаловку, смотрите, видите, это просто вот когда, нормально, когда такие ловят, это значит, что нормальная рыба где-то стоит рядом, потому что когда бывают такие периоды, когда даже на червяка даже такое не водится, это вообще-то уже что-то странное начинается, а это нормально как раз, такие, это, смотри, кстати, они довольно, я их сам не пробовал, но местный народ говорит, что они довольно вкусные, они делают, как это самое, как картошку фри, знаете, в этом самом жарят, много подсолнечного масла и зажаривают, и получаются такие багриситые, они говорят, что очень круто, блин, типа даже, я их пробовал, но у них это, да, вот, в Аргентине их хлопает даже со свистом, вот эти вот, вот, погриситые, смотрите, какие красивые, mira, пикер, он багре, телефон, все вместе, но и algo, algo, creo, дорадо, mira, дорадо, это битная, hastaia, вот, не могу мне зарабатывать, нормально, edito на каком diameter score не было в этих działa More C, дорадо, наконец, наконец-то, очень такой Grid, мра, к себе, книга. hola viste esto no voy a acelerar voy a mostrar bien mira mira esto opa 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 mira ahí está todavía todavía tiene o a op a es y y y y и вот народ мой обещанный дорадо ориентинский единственное что мне пришлось зацепить его там и оставить вот там на шнуре почему потому что у меня закончилась батарейка я хотел с утрофировать смотрите что вытворяет он видите смотрите вот мой дорадо вот мой аргентинский дорадо самая классная рыба в аргентину не самая классная но одна из самых классных рыбарь видите вот так сейчас я буду на испанском я только что специально снимал поклевки так сказать то есть начала клевать я его не подсекала просто давал снимал как она клюет и потом даже чуть-чуть так припотек и начал понемножку тянуть а хищник гнался и хватал и дергал все время ну пока уже перед самим каяком не отпустил ну в общем это я дразнил специально своих подписчиков рыбачков чтобы их там начинали инфаркты калашматить чтобы они начали кричать давайте они давай подрывай ну шо ты делаешь ну надо же тянуть ну то есть это знать а некоторые мне пишут на испанском говорят но самое красивое это когда клюет говорит нам с ними кожа не скоро поклевки именно не тогда когда уже рыбу дотаскивать все а именно поклевки вот я решил думаю поснимаем поклевок пускай поклюет мне все равно а людям приятно вот так единственное что как всегда я и думал как она и получилось что когда я гребся сюда был ветер и я греб против ветра вот лежит вот води реки вам поклёвочка видите вот поклевочка видите видите поклёвочка так поклёвочка блаток шоу ладно еще посмотрите вот это как чтобы людям приятно значит когда я ребся сюда был ветер который мне был против видео ладно мне с утку тащит Тогда я, блин, довыдригаюсь Так, и теперь Мне надо будет грести обратно А ветра нет Я думал, парус возьму, блин, приплыву Фиг там, я даже подозреваю Что он этот самый Сейчас этот ветер, в общем, не против, как станет И буду снова грестись против ветра Ну, ничего, это же, чтобы Ну, развивать, как говорят Руки, ноги Все подряд, да, правда? Ну, вы понимаете, о чем я говорю То есть спортом же надо людям заниматься? Надо Так, смотрите, поклевочки Поклевочки, хотите, я даже вытаскивать не буду А так просто поклюет вам Чуть-чуть Хотя там довольно-таки неплохой зомик сидит Сто процентов зомик хороший Смотрите Ну-ка, поклевочка Сделай поклевочку Вот он Ой, иди сюда, родной Это тот, который, я говорил, миносо Ну, то есть, эти такие Шаловливые немножко Иди сюда Опа, вот он Видите? Вот это Со своими поклевочками Вот, вот такой зомик у меня Симпатюля Теперь только еще оттуда ему достать Этот самый Не будем вам показывать Как это делать Заходя, я делаю это аккуратненько Вот такими вот Так сказать, зубными шипчиками Так, я уже собираюсь Сказать честно Еще можно ловить и ловить Здесь клюет даже очень неплохо И сейчас еще клевало Но я уже выкинул даже Некоторые последние Так сказать, эти самые Карнаду свою Потому что хочу собраться Потому что еще надо Сегодня суббота Хочется еще и вечер дома провести Так что буду потихоньку складывать Надо пока снасти поскладываю Последняя удочка Еще заброшена Пока все Соберу Я, говорю, притащу Приплыву Потому что ветер кончился До порта Надо кажек убрать Каяк Надо убрать Надо все поскладывать Переодеться Приехать домой Дома тоже постирать То есть, одним словом Еще такая работа Как бы После рыбалки Надо привести все в порядок Одним словом Рыбалка мне лично понравилась Здесь Довольно хорошо здесь ловить Видите, я вам показывал Какая здесь рыба ловится Довольно хорошая Вот в этом парке С берега Изредка тоже хорошая ловится Но это изредка Почему? Потому что сейчас начали строить Вот если кто видит Вот туда Камни Это начали строить Стрельбище Столичное Для полицейских По-моему Или просто может кто-то так Ходит туда стрелять И перенесут туда это стрельбище И начали наворачивать землю И все остальное И там около берега Где рыба стояла Все распугали Этими камнями Которые туда сбрасывают Соответственно С берега Практически Можно простоять целый день И ни одной поклевки не увидеть А вот не с берега Видите Я тут встал Чуть-чуть Рядышком За За 200 метров От берега И все И тут уже рыба Спокойно себя чувствует Хорошо клюет И целый день Можно развлекаться Как хочешь Так что все Буду собирать вторую удочку Не буду ждать Там клюнет Не клюнет Потому что Может и клюнет Может даже и здоровая А может и полчаса Придется посидеть Хотя Посижу еще минут 15 И буду собираться На каяк Много вещей Не беру Вот Все привязаны Во-первых Чтобы если перевернуться Ничего не потерять Водичка И еще запахная бутылка Там лежит Не промокаем Мешок Там можно какую-то Яблоки с собой взять Еще что-то Но одним словом Еще одну большую бутылку воды Всегда Потому что Никогда не знаешь Куда тебя может унести У нас одного чувака На море поплыл Порыбачить А потом То ли волна не в ту сторону То ли ветер не в ту Его унесло И он потом берега не видел В общем через два дня На каяке Его там Ну не на Он был на каяке А нашли эти На корабле Там на вертолетах Префектура Наваль Привезла Его спасла Все нормально С ним Он там Ничего там Нет Но Одним словом Заблудился Его там унесло И все И чувак Плавал себе Два дня на каяке Так что Лучше иметь там Мешок с яблоком И с водичкой Рацию какую-то Лучше иметь Телефон с собой Ну чтобы хотя бы Поразвлекаться Если тебя куда-то Унесло То хоть там Ютуб посмотреть Еще что-то там По телевизору Чтобы не так скучно было До тех пор Пока тебя найдут Правильно? Ну правильно Вот я про то же Так не записывайте Не забывайте подписываться Там на канал Пишите Ругайтесь Как всегда Вон я тут заснял Видео Про то Как сказал Что Большой взрыв Когда ничего не было И потом оно Все взорвалось Типа Мне взрывает мозг Сразу Какой ты Дядька Не умный Уже Нобелевские Премии Выданы Все все знают Один ты не знаешь Фа-фа-фа Блин А мне так смешно Думай Ну да Нобелевскую премию У нас Дают кому хочешь Вон у нас Обаме дали Нобелевскую премию За мир Блин Хотя он Сколько войн Начал Ну и что Мало ли Кто мне все таки Объяснит Как оно Вот это Не было Не было Ни хрена Ни в чем А потом Бах И все Появилось Ну круто Это конечно Самая теория Самая зашибительная Так что я снова Повторил А таким образом Будет вам снова Так сказать Мотив Пообсирать Так Клюет 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 Гляньте Гляньте Вау 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 Напоследую Да Ну ка давай Ну давай Дерни так Чтобы загнуло Давай Ну 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 Я уже хотел Вынимать удочку Смотрите Видите Это как я рассказывал Что поклевки снимает Смотрите Вот я снимаю поклевку Да Надеюсь Вам все Видно там Что правильно У меня там Камера направлена На поклевку Ну Давай Он где-то там Он еще Его и не сел Там хвост Сомика маленького Хвостик Я думаю Что он Этот хвостик Захочется Хряпать Ну только Что тягал В любом случае Ну ладно Мало ли Может он Передумал Может он Хотел Такого На зуб Попробовать Хотя Я не уверен Наша рыба Дикая Она такая Не так Как дома Там сидишь За кустиком Спрятался Там Маночки Поцепил Чуть-чуть И ждешь Пока Что там Клюнет Та что Можно уже Домой В спичную Коробку Положить И понести Чтоб Чтоб Уже Хоть Кота Порадовать Здесь Нет Хоба Загнуло Там Все Перевернуло Пол Каяка Ну это Нормально Это Была Поклевка А если Там Подергало Просто Позагибало Да Поклевка То Так Типа Подразница То Она Так Играет У нас Ну ладно Буду Готовиться Для того Чтобы Плыть Это Я Опускаю Низ Свои Стойки Вот эти Вот эти Вот Чтобы Не мешали Веслом Работать Пока Плыву Потом Вообще Они Мне Тут Снимаются Я Потом Снимаю А пока Так Снимаю Ну что Перестал С той стороны Ну подожду А вдруг Все Клинит Так Народ Смотрите Я закончил Рыбалку Мне честно Варя Сильно Понравится Тут Резко Поднимается Чуть Ветерка Я Не к тому Что Это Мне Наоборот Только На руку Я Просто Обрадовался И хотел Вам Показать Попробую Сейчас Может Меня К моей Базе Так Сказать Не на Весла Пойду А может На парусе Смогу Пойти Это Я Хотел Сказать Что Как Я Этот Ветерок Так Порадовал Немного Ну Ка Посмотрим Что У 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 Так У У У У У У так что мы повернем чуток и так а так мне надо мне надо вот туда вот я же уже получил это китайский хиль чтобы приделать на каяк но меньше руки не доходили даже его попробовать вот вот что-то типа такого стиля я хотел попробовать меня уже получил я говорю еще это киль такой пластиковый для каяка но так как у меня есть надежда что у меня будет еще другой каяк который чуть меньше который для поездок больших на машину вся в случае я там планирую себе такое то я соответственно не сильно на это стараясь сейчас ничего такого подорожать как не сильно понятно что будет с ним давай плыви это ж какая красота сила ветра сила природы вперед творчество большого взрыва какая красота я погнал я погнал погнал так чуток сюда поставим тебя не даром же я учился на это самый напарус для управлять как-нибудь уже этим поуправляю смотрите как идет хорошо надеюсь вам видно как волну режет сейчас не таки сделаем известно о вас подвернул куда надо режет ладно пока я поплыл так приплыл сюда все с ветерком вот оттуда геаловил там далеко сюда ни разу не загреб веслом все время на этом саму на парусе так что все хорошо теперь поставим на колеса и погнал его гараж пока чем до следующих